друзья сегодня принесли мне пощупать вот такой вот замечательный приборчик это мастеринговый компрессор spl iron и по случайному совпадению это именно в плагинах мой любимый компрессор который я практически на всех своих мастерингах ставлю мастеринговую цепочку вот смотрите какой красавец вот так вот он выглядит ну естественно я не удержался от того чтобы покрутить всего ручки и сравнить с плагином вот ну смотрите что происходит я включил его запустил свой микс через него и охренел звук просто крышесносный я сразу подумал что нет конечно плагин и близко не может так звучать все тут все как бы динамика и жир и мясо и низ и там микродинамик и вверх аналоговый все ну просто вот как бы впечатлила просто невозможно но все равно пришлось включить не только свою эмоционально музыкантскую часть но и разумную инженерную часть своего мозга потому что звукорезвуры это же наполовину инженерная профессия охладить свой пыл и с холодными руками и холодным мозгом сделать слепой тест взял просто прогнал через плагин прогнал через прибор и начал себя тестировать слепую у меня есть методика собственно слепого тестирования для себя чтобы я не знал где какой фрагмент и после нескольких тестирования можно составить таблицу скажем там 30 прослушиваний по-моему рекомендации а есть 30 прослушиваний ставите галочки если 50 процентов на 50 значит разницы нет короче разница нет друзья опять вот этот эффект психологически сработал что в нашем мозгу мне так кажется что зрительная информация какой-то природный механизм есть что зрительная информация занимает процентов 80 обработки нашего мозга если мы видим дорогущий прибор который стоит как как вторая машина в нашей семье с красивыми ручечками со стрелочками они дергаются и нам в мозг посылает глаза посылает сигнал что это должно звучать просто ну просто феерически и крышесносно и это окрашивает то что мы слышим из ушей то есть мозгу обработка идет как бы информация она влияет зрительная информация на слуховую информацию я думаю что это механизм из природы взят при там охоте хищников или не знаю там наоборот убегание жертвы от хищника нужно было чтобы зрительная информация превалировала над слуховой информацией вот короче друзья вот так вот давайте послушаем я эти файлы вам тоже сохраню вот под роликом будет ссылочка будет необработанный файл файл через плагин и файл через прибор вы сами сможете послушать в противофазе послушать поизучайте под микроскопом и сами поймете ну и честно для себя устроить слепой тест и поймете что разницы нет но в не слепом тесте при там долгом длительном вдумчивом прослушивании все-таки я услышал разницу она мизерная но она есть и опять же она опять психологическая она может сразу показаться что прибор лучше звучит всего лишь потому что происходит двойная конвертация из цифры в цифру обратно при том что когда мы прогоняем через прибор понимаете да и поэтому верх немножечко размыливается и замыливается и восстановится чуть поменьше атаки менее острые получают чуть-чуть и у нас складывается ощущение что ну вот она аналоговый окрас получился это всего лишь потеря при конвертации вот ну давайте послушаем вот слушаем исходник там где ты птицы поют о нас ласково светит луна рядом с тобой рай мой нежный взгляд твоих бездонных глаз ранен меня навсегда сердце стрелой тайной где сердце мое там где любовь там где ты радость моя там где мечта там где сон волшебный сон теперь слушаем прибор там где ты птицы поют о нас ласково светит луна рядом с тобой рай мой нежный взгляд твоих бездонных глаз ранен меня навсегда сердце стрелой тайной где сердце мое там где любовь там где ты радость моя там где мечта там где сон волшебный сон на в этом сне плагин там где ты птицы поют о нас ласково светит луна рядом с тобой рай мой нежный взгляд твоих бездонных глаз ранен меня навсегда сердце стрелой тайной где сердце мое там где любовь там где ты радость моя там где мечта там где мечта там где сон волшебный сон на на п там снег противофазу львы где и и птицы поют а она ласково светит луна рядом с тобой рай мой нежный взгляд твоих бездонных глаз ранен меня навсегда сердце стрелой ну вот результат очень интересный разницы практически не слышно и в противофазе очень много всего происходит но это тоже объяснимо потому что больше всего в противофазе синт остается эти же синты они алгоритмические у меня и они генерятся в реальном времени при каждом проигрывании по-разному поэтому они в противофазе практически не вышлись ну представьте там не знаю составляющий треугольник пила синусоида они там складываются в разных в разных фазах совершенно каждый раз и поэтому они не могут вычесть 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 потому что они рандомные также там подмес сэмпла рандомный потому что каждый раз лейер берется рандомный при проигрывании сэмпла естественно алгоритмические реабираторы рандомные Поэтому очень много такого слышно Именно пространственного в противофазе В остатке Но опять же дотошные скажут Что большая мощность И энергия противофазного сигнала В остатке Типа большая разница Ну и что большая разница Ушами ее не слышно во первых Во вторых для музыкального производства Это совершенно не важно Если я специалист со слуховым опытом С тренированными ушами С тренированным мозгом С большим стажем прослушивания С экспертным фактическим мышлением Я не слышу разницы в музыке То для музыки Это точно без разницы Уж по крайней мере слушатель Который на хай-фай это будет слушать Точно не услышит того Что не слышу я здесь в студии На высококачественной студийной системе С тренированным мозгом Вот Ну и еще друзья В связи с этим Хочу вам рассказать историю Очень такую смешную Но Очень ценную Я к сожалению Она повторяется Потому что недавно У меня брали интервью Я ее там уже рассказал Но друзья Я не могу ее не рассказать еще раз Потому что Уж очень она замечательная Мы писались С одним продюсером Таким Вот он фанат До фанатизма Сектантского Фанат аналоговой записи Признает только аналоговые приборы Аналоговые компрессоры Магнитофоны Все должно быть в аналоге И мы его файл финальный Послали в мастеринговую Дорогую студию в США На ухоженный штудер Чтобы они просто прогнали через штудер Они нам вернули этот файл Прогнали через штудер И я повесил на него плагин И позвал Он говорит Ну давай Подойди Послушай Давай выбери Где плагин Где не плагин Где реальная лента И он слушал Говорит Ну вот же Вот это очевидно Это лента Тут жир Тут бас Тут верх аналоговый Тут динамика Тут колбасит И все такое Ну Вообще просто не обсуждается Это лента Я ему говорю Дружище Это ты выбрал плагин Вот такая вот история Но В реальности Конечно есть Обоснование Того что Плагины Хуже звучат Чем какие-то аналоговые приборы Потому что плагинов много Ну не знаю там При эмуляции ленты 200 Может 500 Если существует разных И я вот когда Скажем разговариваю С другими инженерами Которые уверяют Что нет Типа Плагин не дотягивает И начинаю выяснять А с какой плагин ты Слушал С каким ты плагином сравнивал И часто выясняется Что это был Например там Вейвс Какой-нибудь дешевенький Самый простенький Который действительно Хуже звучит И не дотягивает А реально Из этих Сотен Эмуляций Звучит только Одна-две Вот скажем На моем мнении Слейтовская в ноль Звучит С мастеринговым штудером А у Адовская Даже лучше Тоже смешно конечно Что лучше Как бы не может лучше На самом деле может Это объяснимо Например У Адовскую модель Снимали с какого-нибудь Тюнингованного Кастомного Ухоженного Каким-то супермастером Магнитофона С какой-то особенной лентой Скажем С увеличенным подмагничиванием Вот И поэтому Модель может быть лучше Какого-нибудь там Серийного Стандартного Штудера Вот Что еще Вообще Я эти тесты Довольно много проводил И довольно часто Такая история Получается Что Не слышно Никакой разницы Между плагином И прибором Часто Эта разница Какая-то есть Очевидная Но она не лучше Не хуже Просто другое Что для музыки Тоже не принципиально Потому что Мы же делаем музыку Вот я Мастер создания звуков И мне дали Такой прибор Я создал звук Такой Дали мне Другой прибор Скажем Цифровой Я создал Немножко отличающийся звук Но он все равно Будет классный Я все равно Благодаря своему опыту Своему музыкальности Не знаю Таланту Я сделаю Классный звук Из того Что есть сейчас Поэтому Для хорошего мастера Без разницы Если там техническое Качество нормальное А у плагинов Оно сейчас Превышает намного Возможности Человеческого уха Например Вот этот проект 2496 Разрешение Просчета Там 64 С плавающей точкой Это не знаю Динамический диапазон Ядерного взрыва Меньше Даже там Любые обработки Компрессии Сжатия Не знаю Эластик Что угодно Не выработает Запас Пределов Человеческого уха И поэтому Можно спокойно Там вешать 5-10 плагинов Современных Если в высоком разрешении И это не будет Деградации сигнала Можно Не бояться этого Опять же При условии Опыта И профессионализма Потому что Есть масса Плагинов Которые звучат Так себе Это надо просто Понимать самому Слышать разницу И выбирать Ну и еще Друзья Есть такой Логически Непобиваемый Мне кажется Аргумент Вот смотрите Если вы знаете Как логически Этот аргумент Перебить Напишите в комментариях Просто мне интересно Самому разобраться В этом деле Смотрите Эндрю Шепс Майкл Брауэр Кто там еще Пинсада Сербан Джине Сводят Последние лет 5-7 Все в коробке На плагинах И это звучит Совершенно Фантастически И крышесносно Нет в России Таких вот Команд Продакшн Таких специалистов Которые в аналоге Делают лучше Вот взять Там Не знаю Imagine Dragons Например Последние пару Альбомов Которые Сербан Джине Делал Послушайте Ну это просто Отрыв башки По звуку Ну Как после этого Можно говорить Что аналоговая технология Лучше чем Цифровая Если вот есть Эти ребята Которые так делают Еще конечно Есть такой аспект Что например У кого-то Есть прибор Который звучит Особенным образом Но просто Его нету Еще В цифровом виде Ну не скажем Там команда Разработчиков Плагинов Не добралась До этого прибора Просто нет Модели соответствующей Скажем Там какой-то Особенно настроенный Магнитофон С каким-то Особенным типом Ленты Который конкретному Специалисту Дико нравится И что он использует Там на каждом Мастере На каждом миксе Как какую-то краску Свою собственную Авторскую Тут конечно Надо использовать Или там с гитарой То же самое Если у гитариста Какой-то набор Кастомных Доведенных Мастерами приборов Примочек Там кастомные лампы Замененные в голове Естественно В плагинах этого нету И просто Такой звук Просто не получить На софте И поэтому Тут оправдано Использование Аналоговых приборов Но это уже Это не техническая штука Это чисто Вкусовщина Такая музыкантская Эмоциональная Ну вот Все что я хотел вам Сказать сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok